Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Анатолий Юденич. В Оренбурге стартовал третий тур клубного чемпионата России по настольному теннису. На выяснение отношений в нашем ЦНТ собрались семь команд премьер-лиги. Факел «Газпром» начал выступление сразу с самым сильным соперником – соседом по таблице столичным МГФСО. Грозные дебютанты премьеры «Москвичи» и в первом туре здесь же оказали серьезнейшее сопротивление. Новую встречу открыл суперматч четвертой и пятой ракеток России от хозяев Гребнев, от гостей Касман. Гребнев повел 2-0 и 10-8 в третьей партии, но не смог реализовать матч-болл и добыл победу лишь в решающем, укороченном сете 3-2. С особым интересом ожидался дебют в нашем составе Чан Уджина. Кореец, 13-й в мировом рейтинге, прилетел в Оренбург сразу после завершения чемпионата мира и не разочаровал болельщиков. Он показал класс в сухую, расправившись с Тихоновым, а после того, как проиграл наш Шибаев, Уджин поставил точку в противостоянии, уверенно взорвавшись с Касманом – 3-1. Вторая команда «Факела» стартовала с победы 3-0 над Бурятским Аргилом. Вторник на этой неделе стал черным днем для других оренбургских клубов. Все наши команды проиграли очередные матчи своих чемпионатов. Хоккеисты Южного Урала не смогли выжать максимум из пары домашних встреч-плей-офф со Сканевой. Одолев соперника в третьем овертайме, на следующий день арчане проиграли в основное время. Гости после изматывающего матча сумели изыскать внутренние резервы и к началу третьего периода забили по разу в каждом из отрезков. На 55-й минуте Журавлев, броском от синей линии, распечатал таки ворота питерцев. В попытке спасения хозяева сняли голкипера и пропустили пустые ворота 1-4. И тут же нервное напряжение вылилось в массовую потасовку. Хоккеисты стравили пар. А в серии опять равенство. Боевая игра. Характер показали. Ребята показали, что могут и после поражений мобилизоваться, находить силы после такого тяжелого матча. Получилось, как получилось. Сейчас серия 2-2. Двигаемся дальше. Едем в Питер. До победы. Драматичный матч в Нижневартовске провели и волейболисты Нефтяника. С прямым конкурентом в борьбе за выживание Югрой Самотлором. Хозяева диктовали условия в стартовой партии 25-19 и в начале второй 11-5. После чего гости перевернули однозначный ход игры. Рывком 6-0 сравнялись и полетели вперед, ответив зеркально 25-19. В дальнейшем на площадке шла неуступчивая борьба. Было множество затяжных розыгрышей. В третьем сете при счете 23-23 наши дрогнули, допустив две ошибки подряд. Но в следующем отрезке опять выровняли ситуацию 25-22. И дело закончилось валидольным тайбрейком. Все решилось последним мячом. 15-13 в пользу Нижневартовцев. Но и оренбуржцев упрекнуть сложно. Соперники команды играли очень интересно, немножко нервозно. Были спады в одной и второй команды. Но считаю, что где-то к третьей, к четвертой партии как раз показывали тот волейбол, который нравится зрителям. Эмоционально, зрелищно, красиво. Баскетболистки «Надежды» в этом сезоне сняли проклятие у ГМК. Следом обыграли вице-чемпиона «Курская Динамо». Но вот третий лидер, столичная МБА, для нас по-прежнему непреодолим. Проигрываем 11-й раз подряд. Хотя сейчас в Москве все было очень близко. Лидировала то одна, то другая команда. «Надежда» защищалась очень здорово. И поэтому основной акцент был у нас в последние дни на тренировке, конкретно на защиту, как противодействовать. И спасибо девчонкам, что справились. Никто из соперников не мог оторваться в счете вплоть до последней минуты матча, который игроки «Надежды» могли перевести в овертайм, но так и не сподобились на точный дальний бросок. 63-66. Не помогла и героическая игра «Юник Томпсон». Лучший на паркете баскет-холла. 21 очко и 12 подборов. В таблице премьер-лиги «Надежда» по-прежнему четвертая. Пять медалей из Челябинска. Оренбургские легкоатлеты успешно выступили на всероссийских соревнованиях по спорту слепых. Первый турнир сезона собрал в столице Южного Урала более 150 спортсменов из 30 российских регионов. Сборную нашей области традиционно представляли брат с сестрой Шарковой и Андрей Дикарев, который совсем недавно вышел из юношеской категории и уже начинает оказывать конкуренцию взрослым соперникам. Сейчас он занял второе место в спринтерском забеге на 60 метров и выиграл прыжки в длину. Другие наши участники Шарковы – бегуны. У Максима тотальное отсутствие зрения и он выступает в связке с сестрой Марией. Шарковы специализируются на средних и длинных дистанциях и попали в призы сразу в трех забегах на 800, 1500 и 3000 метров. Челябинские соревнования подготовительные для главного старта года чемпионата России, куда теперь собираются наши легкоатлеты. Большой футбол возвращается. После зимнего перерыва возобновляется чемпионат России и болельщики с нетерпением ждут встреч с любимыми командами. Оренбург стартует в субботу в Москве против СССР. Желаем нашим удачи, хорошей игры и взять очки. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok